Приветствую всех любителей паракорда на канале Техникс Ревьюз. Сегодня я хочу показать, как изготовить очень полезный девайс. Это будет брелок. Его можно назвать как угодно. Брелок выживания или аварийный брелок или еще как-то. Это кто как захочет и в зависимости от того, кто чем наполнит данную емкость. Данная емкость представляет собой диаметр 23 мм и высота 59 мм. То есть вот такой пластиковый цилиндр, который имеет крышечку. Суть в чем? Суть в том, что сейчас мы его оплетем и сделаем некое такое закрывающееся устройство. Для того, чтобы его можно было использовать либо на кольце от ключей, либо там с каким-то предметом. То есть это будет именно брелок. С чего начинаем? Начинаем с того, что берем кусочек паракорда вокруг этой емкости и закрепляем резиночкой. Для чего закрепляем резиночкой, тоже я сейчас объясню. Суть резиночки в том, что нужно, чтобы этот паракорд держался и в то же время имел некую свободу. Оплетать будем трехмиллиметровым паракордом черным. Я беру достаточно длинный кусочек, потому что не могу сказать, сколько точно паракорда уйдет на этот брелок. И теперь нужно взять иголочку. Иголочка нам потребуется для плетения. Значит, для паракорда диаметром 3 миллиметра используется иголочка с резьбой М3 и диаметром 4 миллиметра. Как закрепить паракорд в иголочке? Вот таким образом. Греем конец. И вкручиваем, пока он теплый, вкручиваем его в иглу по резьбе. И все, он закреплен достаточно прочно. То есть, теперь уже можно начинать работать. Сейчас я распущу паракорд, чтобы он не путался. Чтобы потом не было у меня проблем. И я с чего начинаю? Начинаю с того, что завожу паракорд, который будем плести, сюда. И завязываю на узелок. Вот здесь. Вот таким вот образом. Завязал на узелок. И теперь начинаю плетение. В чем состоит суть плетения? Суть плетения состоит в том, что нужно сверху зайти. Это имитация, скажем, того, как будто мы шьем иголкой с ниткой. То есть, вот получилась петелька. И повторяем точно так же. Опять сверху заходим. Сейчас я раскручу. чтобы он не путался. И продолжаю. То есть, опять захожу сверху. И делаю очередную петельку. Таких петелек нужно сделать столько, чтобы полностью обойти по окружности, по образующей данной емкости. То есть, независимо от того, какого размера емкость, мы должны делать то количество петель, которая полностью охватит данную емкость. левой рукой я это все придерживаю, чтобы оно не выпрыгивало никуда. Можно даже так вот чуть слабее это заплетать. Можно сказать, что половина уже заплетена. И главное, я покажу, как начать второй ряд. А потом я отключусь, чтобы не терять ваше время. О плиту и включусь, когда буду показывать уже, как заканчивать данное изделие. Размер каждой из этих петель, скажем, должен быть приблизительно одинаков. Но, в общем-то, это не критично. Это не критично с той позиции, что они по своей структуре свободны. То есть, и потом могут найти то положение, которое усредняет их размер. То есть, шнур перетянется сам между этими петлями, и они будут одинаковыми. Но занятия, надо сказать, не быстрые. За полчасика не получится сделать. Такой брелочек. Но вопрос в том, что брелочек стоит того, чтобы ним позаниматься. И сделать его. Его функциональность будет просто неоспоримой. И удобство тоже. То есть, емкость имеет не очень большой размер. То есть, она вполне будет выполнять и роль брелка, и вполне будет соответствовать размерам брелка. А, как я сказал, ее функциональность, вернее, или его, этого изделия, или этого брелка, функциональность будет просто бомба. Это вы все увидите в конце данного видео. Там, где мы поговорим уже конкретно с живым этим брелочком о его назначении. Поскольку всем понятно, что можно какие-то вещи где-то забыть, что-то потерять. Но, скажем, ключи от машины вряд ли кто-то потеряет. Вот, теперь начинается второй ряд. То есть, вот я обошел полностью окружность образующую. И дошел до первой петли. Теперь я захожу уже в петлю, образованную черным паракордом. Таким образом у меня получается, таким образом у меня получается связка рядов. То есть, вот уже у меня... Вот уже у меня с первого ряда петель, я перехожу на второй ряд петель. Первая уже сделана. Вот теперь идет вторая. Выполняется полностью аналогично первому ряду. То есть, сверху заходим в петлю, в сторону емкости. И выходим в петлю паракорда. Таким образом создается очередная петелька, или, вернее сказать, очередной ряд петелек. То есть, вот здесь мы имеем один ряд, а здесь уже появился второй ряд. Ну вот, я еще покажу. Один или два раза. И что важно? Важно то, что, когда мы дойдем и закончим вот здесь проплетать по первому ряду, то есть замкнется второй ряд, то мы автоматически уже будем переходить на второй ряд. И так вот по спиральке будем полностью оплетать всю емкость. Вот тут со вторым рядом даже уже идет работа веселее. Почему взят длинный паракорд, я сказал, потому что я не знаю, какое количество паракорда уйдет на данное изделие. Поэтому взял кусочек с запасом. Во избежание того, что не хватит и придется все начинать сначала. Вот мы уже практически заканчиваем второй ряд. Тогда я уже перейду на третий и потом отключусь. Чтобы полностью увидели, как происходит плетение. Вот второй ряд у нас подходит к концу. Плетение второго ряда, вернее, надо сказать. Не второй ряд, а плетение второго ряда подходит к концу. Вот, и мы уже переходим к плетению третьего ряда. Вот, то есть вот два ряда у нас уже закончилось. И это уже мы зашли в петлю второго ряда. То есть, фактически мы начали создавать третий ряд плетения. Сколько их будет всего, не знаю, но думаю, рядов шесть или восемь по высоте емкости у нас получится. Вот, то есть теперь я отключаюсь, продолжаю плетение, а потом включусь и покажу, как закончить, как оформить и как это все будет выглядеть уже в готовом таком брелке. Я вернулся для того, чтобы вместе с вами закончить плетение данного брелка. Что хочу сказать? Хочу сказать, что вот я стянул сверху затяжечкой, доплел до донышка и теперь нужно закрыть донышко. Каким образом? А, еще хочу попутно сказать. Все видели, какой большой кусок паракорда я взял? В этом куске паракорда было порядка 4-5 метров паракорда. Вот он весь здесь. То есть, вот это все, что осталось на окончании брелка. Поэтому лучше брать с запасом для того, чтобы хватило на изделие. Как закончить? Как сделать донышко? Нужно сужаться. Для того, чтобы сужаться, мы поступим таким образом. Будем плести не в каждую петлю, а через петлю. То есть, вот сейчас нужно было заходить сюда. Вот в эту петлю. А я зайду через одну. Вот сюда. Таким образом у меня... И буду стягивать. То есть, таким образом у меня размер будет изменяться. Нужно идти сюда, а я иду через одну. И продолжаю точно так же. Через одну. Подтягиваю. Придерживаю. То есть, делаю так, чтобы было плотно и хорошо. Делаю плотно и красиво. Ну и все вы видите сейчас, насколько незаменимой вещью является иголочка для паркорда. Это просто вещь, без которой можно обойтись. Но, скажем так, очень плохо без нее. Почему? То есть, можно протягивать там при помощи зажима еще как-то. Но при помощи иглы это все получается намного проще. Ну и в результате вот донышко уже заделало. Понятно. Видно, что донышко готовое. Вот. То есть, теперь я могу освободить иглу. Отложить в сторону. Этот хвостик обрежется, заплавится. И теперь показываю, что мы будем делать здесь. Вот это наша затяжка. Как поступить с ней? Я планирую таким образом сделать подвижный узел. Как делается подвижный узел? У меня есть об этом видео. И можно посмотреть такое видео. Я дам на него ссылку. Это видео. То есть, я обвиваю паракорд. Только обвиваю не по ходу, а как бы шагом назад. Вот. Сейчас посмотрим. Вот. И таким образом получаю подвижный узел, который вот он перемещается по другому концу шнура. И затягиваю. Теперь затягиваю наш брелок окончательно. Вот. Вот брелок закрыт окончательно. Для того, чтобы он открылся, нам нужно некое пространство. То есть, для этого мы должны оттянуть узел на такую величину, чтобы можно было вскрыть брелок. То есть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, вот так вот. Теперь брелок уже может быть вскрыт. То есть, такой размер нам будет достаточным для конца этой веревочки. То есть, здесь мы можем тоже сделать узелок, но лучше лучше его сделать лучше его сделать с петелькой. Вот. То есть, получается такая картинка. вот затянутый брелок. Вот. Вот. Ну и сейчас мы это все приведем в соответствие. Минуточку. я просто не совсем хорошо подготовился к этому. Не взял сразу ножницы. То есть, с этим поступаем вот так. Обрезаем и отлавляем. с этим узлом поступаем аналогично. оплавленная часть уже не позволит узлу распуститься и точно точно также на этом узелке обрезаем лишнее оплавляем остужаем и получаем получаем готовый брелок готовый брелок который можем ну например например прицепить на какой-то нож типа типа викторинекс ну и к примерам то есть вот что мы имеем мы имеем брелок который может быть закреплен на нож в данном случае показано либо на ключи это принципиально ничем не отличается но сейчас мы перешли кстати вот этот узелочек тоже я еще не закончил сейчас я его доделаю вот этот узелочек для того чтобы он не развязывался вот то есть вот это получилось полностью готовое изделие но теперь мы поговорим о его прелести а то зачем оно нужно но во первых удобно удобно держать в руке просто удобно как темляк или как брелок будут здесь ключи вес небольшой то есть даже на ключах от машины она не будет разбивать замок зажигание но прелесть этого брелка заключается в том что он имеет большую относительно большую емкость как я сказал диаметр 23 миллиметра на почти 60 миллиметров при необходимости воспользоваться тем что находятся внутри брелка мы раздвигаем эту петлю и извлекаем емкость вот вот наша емкость а вот емкость является очень полезной штукой потому что там может находиться разные полезные вещи но как например в данном случае это то что всегда может быть с вами и она туда легко помещается для того чтобы вы не оказались скажем где-то случайно в неприятной ситуации тогда когда это понадобится его не и кроме того остается еще очень много места скажем но кто-то может использовать для лекарств для таблеток есть люди которые страдают такими заболеваниями когда нужно экстренно принять таблетку и она всегда должна быть под рукой то есть вот здесь всегда может быть под рукой таблетка но и скажем другие применения в общем-то каждый может для себя придумать те применения которые ему нужны и практичны и этот брелок всегда с собой всегда в кармане и поможет есть те пессимисты которые говорят что веревочка но в данном случае этот паракорд который здесь находится в плетении здесь паракорда я сказал порядка 4 5 метров 3 миллиметрового паракорда так вот для тех пессимистов которые говорят что веревочка помогает не выжить нужно только для того чтобы повесить так я скажу что даже для них здесь вполне достаточно 45 метров паракорда на котором с легкостью можно повеситься ну если захотеть для тех кому это нужно и кто сумеет не разговаривать что то делать ну а мы с вами сделали хорошую приятную вещь я думаю которая многим придется по вкусу и которая является действительно практичной удобной и полезной вещью это брелочек съемкостью внутри это очередная статья или очередная серия которой комплектуется энциклопедия паракорда которую вы можете смотреть плейлист энциклопедия паракорда можно смотреть на моем канале техник с ревьюс подписывайтесь на мой канал и я буду показывать еще много интересных уроков по работе с паракордом на сегодня я заканчиваю пока пока